Во-первых, запел я песенку и пошёл. Во-вторых, подходит ко мне Петька и говорит, «Я с тобой пойду». И мы оба пошли, напевая песенки. Третьих, идём мы и смотрим. Стоит на дороге человек ростом с ведёрка. «Ты кто такой?» – спросили мы его. «Я самый маленький человек в мире!» «Пойдём с нами?» «Пойдём!» Пошли мы дальше. Но маленький человек не может за нами угнаться. Бегом бежит, а всё-таки отстаёт. Тогда мы его взяли за руки. Петька за правую, я за левую. Маленький человек повис у нас на руках. Едва ногами земли касается. Пошли мы так дальше. Идём все трое и песенки насвистываем. В-четвёртых, идём мы и смотрим. Лежит возле дороги человек. Голову на пенёк положил. А сам такой длинный, что не видать, где ноги кончаются. Подошли мы к нему поближе, а он как скочит на ноги. Да как стукнет кулаком по пеньку, так пенёк в землю и ушёл. А длинный человек посмотрел вокруг, увидел нас и говорит, «Вы!» Говорит, «Кто такие, что мой сон потревожили?» Мы, говорим мы, весёлые ребята. Хочешь, с нами пойдём? Хорошо, говорит длинный человек, да как шагнёт сразу метров на двадцать. «Эй!» – кричит ему маленький человек. «Обожди нас немного!» Схватили мы маленького человека и побежали к длинному. «Нет!» – говорим мы. «Так нельзя!» «Ты маленькими шагами ходил!» Пошёл длинный человек маленькими шагами. «Да что толку!» «Десять шагов сделает и из вида пропадёт!» «Тогда, – говорим мы, – пусть маленький человек тебе на плечо сядет, а нас ты под мышки возьми!» Посадил длинный человек маленького себе на плечо, а нас под мышки взял и пошёл. «Тебе удобно?» – говорю я Петьке. «Удобно! А тебе?» «Мне тоже удобно!» – говорю я. «И засвистели мы весёлые песенки. И длинный человек идёт, и песенки насвистывает, и маленький человек у него на плече сидит и тоже свистит, заливается. В-пятых, идём мы и смотрим. Стоит поперёк нашего пути осёл. Обрадовались мы и решили на осле ехать. Первым попробовал длинный человек. Перекинул он ногу через осла, а осёл ему ниже колена приходится. Только хотел длинный человек на осла сесть, а осёл взял да и пошёл. И длинный человек со всего размаху на землю сел. Попробовали мы маленького человека на осла посадить. Но только осёл несколько шагов сделал, маленький человек не удержался и свалился на землю. Потом встал и говорит. «Пусть длинный человек меня опять на плече понесёт, а ты с Петькой на осле поезжай». Сели мы, как маленький человек сказал, и поехали. И всем хорошо. И все мы песни насвистываем. В-шестых, приехали мы к большому озеру. Глядим, у берега лодка стоит. «Что ж, поедем на лодке», — говорит Петька. Я с Петькой хорошо в лодке уселся. А вот длинного человека с трудом усадили. Согнулся он весь, сжался, коленки к самому подбородку поднял. Маленький человек где-то под скамейкой сел. А вот ослу места-то и не осталось. Если бы ещё длинного человека в лодку не сажать, тогда можно бы было и осла посадить. А вдвоём не помещаются. «Вот что», — говорит маленький человек. «Ты, длинный, вброд иди, а мы осла в лодку посадим и поедем». Посадили мы осла в лодку, а длинный человек вброд пошёл, да ещё нашу лодку на верёвочке потащил. Осёл сидит, пошевельнуться боится, верно? Первый раз в лодку попал. А остальным — хорошо. Едем мы по озеру, песни свистим, длинный человек тащит нашу лодку и тоже песни поёт. В седьмых вышли мы на другой берег. Смотрим, стоит автомобиль. «Что же это такое может быть?» — говорит длинный человек. «Что это?» — говорит маленький человек. «Это, — говорю я, — автомобиль. Это машина, на которой мы сейчас и поедем», — говорит Петька. Стали мы в автомобиле рассаживаться. Я и Петька у руля сели, маленького человека спереди на фонарь посадили, а вот длинного человека, осла и лодку, никак в автомобиле не разместить. Положили мы лодку в автомобиль. В лодку осла поставили. Всё бы хорошо. Да длинному человеку места нет. Посадили мы его в лодку. Ослу места нет. Посадили мы в автомобиль осла и длинного человека. Лодку некуда поставить. Мы совсем растерялись, не знали, что и делать. Да маленький человек совет подал. Пусть, — говорит, — длинный человек в автомобиль сядет, а осла к себе на колени положит, а лодку руками над головой поднимет. Посадили мы длинного человека в автомобиль, на колени к нему осла положили, а в руки дали лодку держать. Не тяжело? — спросил его маленький человек. Нет, ничего, — говорит длинный. Я пустил мотор в ход, и мы поехали. Всё хорошо. Только маленькому человеку впереди на фонаре сидеть неудобно. Кувыркает его от тряски, как Ваньку Станьку. А остальным — ничего. Едем мы и песни насвистываем. В-восьмых приехали мы в какой-то город. Поехали по улицам. На нас народ смотрит, пальцами показывает. Это что? — говорит. В автомобиле дубина какая сидит. Себе на колени осла посадил и лодку руками над головой держит. Ха-ха-ха! А впереди-то какой-то на фонаре сидит, ростом с ведерка. Вон его как от тряски-то кувыркает. Ха-ха-ха! А мы подъехали прямо к гостинице, лодку на землю положили, автомобиль поставили под навес, осла к дереву подвязали и зовем хозяина. Вышел к нам хозяин и говорит, что вам угодно? Да вот, — говорим мы ему, — переночевать нельзя ли у вас? — Можно! — говорит хозяин и повел нас в комнату с четырьмя кроватями. Я и Петька легли, а вот длинному человеку и маленькому никак не лечь. Длинному все кровати коротки, а маленькому не на что голову положить. Подушка выше его самого, и он мог только стоя к подушке прислониться. Но так как мы все очень устали, то легли кое-как и заснули. Длинный человек просто на полу лег, а маленький на подушку весь залез. Да так и заснул. В девятых проснулись мы утром и решили дальше путь продолжать. Тут вдруг маленький человек и говорит, «Знаете что? Довольно нам с этой лодкой да с автомобилем таскаться. Пойдемте лучше пешком!» «Пешком я не пойду!» Сказал длинный человек. «Пешком скоро устанешь!» «Это ты-то такая детина! Устанешь?» Засмеялся маленький человек. «Конечно устану!» Сказал длинный. «Вот бы мне какую-нибудь лошадь по себе найти!» «Какая же тебе лошадь годится!» Вмешался Петька. «Тебе не лошадь, а слона нужна!» «Но здесь-то слона не достанешь!» Сказал я. «Здесь не Африка!» Только я это сказал, вдруг слышал на улице лай, шум и крики. Посмотрели в окно. Глядим! Ведут по улице! Слона! А за ним народ валит. У самых слоновьих ног бежит маленькая собачонка и лает во всю мочь. А слон идет спокойно, ни на кого внимания не обращает. «Вот!» Говорит маленький человек длинному. «Вот тебе и слон!» «Садись и поезжай!» «А ты на собачку садись!» «Как раз по твоему росту!» Сказал длинный человек. «Верно!» Длинный на слоне поедет, маленький на собачке, а я с Петькой на осле. И побежали мы на улицу. В десятых выбежали мы на улицу. Я с Петькой на осло сел, маленький человек у ворот остался, а длинный за слоном побежал. Добежал он до слона, вскочил на него и к нам повернул. А собачка от слона не отстает, лает и тоже к нам бежит. Только до ворот добежала, а тут маленький человек наловчился и прыгнул на собачку. Так мы все и поехали. Впереди длинный человек на слоне, за ним я с Петькой на осле, а сзади маленький человек на собачке. И всем нам хорошо. И все мы песенки насвистываем. Выехали мы из города. И поехали. А куда приехали? И что с нами там приключилось? Об этом мы вам в следующий раз расскажем. Субтитры создавал DimaTorzok